всем привет благодарю что вы смотрите мои ролики мои работы собственно говоря для вас и записываются эти ролики для тех кто интересуется печной тематикой кому интересно все то что делается руками вот в данном случае представляю вашему вниманию печной комплекс ну скажем условное название ковчег потому что этот поселок называется ковчег калужской области заказчик захотел чтобы была большая топка мангала для того чтобы можно было комфортно с одной стороны развести огонь а с другой стороны спокойно угли подвинуть и жарить шашлыки ну и вообще когда большое пространство огня это и теплее это и удобно и комфортнее поэтому вам представлен мангальный комплекс с размером полтора метра на 76 сантиметров чтобы точный метр пятьдесят шесть на семьдесят шесть значит здесь в данный момент не установлены столешницы они заказаны или будут заказываться из или гранита или из мрамора будет очень красиво мойка будет стоять пока мы вот только-только закончили только вот спустились так сказать и пошел снег сильный с виду у нас традиционный как бы набор мойка столешница печь под казан и мангал ну как бы ничего особенного с виду но если мы внимательно присмотримся кто немножко обращает внимание тут увидит что здесь вот есть такая вот задвижка печного типа и первая мысль которая приходит что это задвижка от печи под казан как бы она регулирует тягу печки но не совсем так если мы подойдем поближе то мы увидим что здесь у нас вторая задвижка вот она тогда напрашивается вопрос а что делать здесь вторая задвижка ответ очень простой в данном печном комплексе заказчик попросил чтобы ему сделали отопительную печь печь которая будет греть помещение то есть полноценная печь вот в этой вот ножки вот в этой ножки мангала двухколпаковая печь здесь у нас задвижка летнего хода это когда у нас лето жарко и нам не надо чтобы грела мы эту закрываем задвижку открываем летнего хода и у нас движение газов идет по прямой в дымоход но если нам нужно нагреть помещение если нужно обогревающий так сказать прибор то тогда мы вот эту задвижку открываем вернее закрываем а это открываем и тогда у нас по каналам двухколпаковые греются колпаки то есть печка нагревается на кирпич вот эта стена будет прям горячая ну вот я считаю такое интересное решение посмотрим как она будет по функционалу ну по идее это классическая печка двухколпаковая поэтому должна греть должно быть уютно ну и сама конечно такое вот скажем там кирпич красивый кирпич лоды такой вот коричневый брунис ретро он с фактурой такой шов такой бежевый интересный ну в целом очень массивно смотрится и мне кажется что вот прям монументально было предложение заказчика изначально поднять до самого верха кирпич но он переиграли потому что она бы слилась все так сказать в одно коричневое пятно а так вот выделено ну вот можно попытаться попробовать зажечь работает учитывая что портал очень большой очень такой момент ответственный чтобы ни в коем случае задымленности не было помещения чтобы можно было комфортно сидеть и не переживать что какие-то там выбросы будут или ветер подует и хлопнет сюда дым все работает очень очень качественно традиционно мы проверяем как бы мы смотрим как это все работает вот мы если мы присмотримся то мы увидим что работает очень хорошо вот он этот дымок видите он уходит туда когда у нас изделие большое высокое соответственно большой мангал то значит и задвижка большая во первых залезть неудобно перекрыть она вверху почти под самым дымоходом и второе то что она достаточно тяжелая то есть закрыть ее рукой ну прям надо прям усилия хорошие приложить поэтому в этом случае делается вот такая вот задвижка на цепи то есть высоко поднимается цепь и вот мы начинаем ее тянуть закрывать ее мы закрываем и что мы видим мы видим как дым начинает выходить наружу видите что творится вот такое происходит тогда когда неправильно сделано скажем камин открываем и фух и все ушло еще прекрасно и соответственно когда уже поработал закрыл и на крючочек раз одел все все прекрасно если вдруг у вас появились вопросы или какая-то консультация нужно не стесняйтесь внизу этого ролика будет телефон звоните спрашивайте также подписывайтесь на канал комментируйте мне будет приятно почитать ваши отзывы пока субтитры делал DimaTorzok и Продолжение следует...